здравствуйте уважаемые коллеги сегодня мы продолжаем курс освоения базис скрипт и познакомимся с основными инструментами для написания скриптов скрипты в базисе как и собственно само программирование это написание текста и для работы со скриптами мы можем использовать любой текстовый редактор как обычный к примеру microsoft word блокнот так и специализированные программы notepad++ visual studio code либо редактор скриптов в самом базис мебельщики самое главное и важное преимущество программ ориентированных на написание кода это подсветка контекста подсветка функций методов свойств команд переменных другим цветом либо шрифтом что упрощает работу с кодом а также его чтение для работы со скриптами очень хорошо подходит visual studio код так это профессиональная программа ориентированная на написание кода и для этой программы существует отдельное дополнение которое помогает определить контекст базис мебельщика но обновление немного устаревшие и не совсем корректно работает с 11 версии базиса и дабы обойти все эти сложности мы будем изучать и писать скрипты в самом редакторе скриптов базис мебельщика запускается скрипт и складки скрипты в окне базис мебельщика интерфейс редактора скриптов очень прост и легок в верхней части окна находится системное меню знакомые по всем программам в операционной системе windows это файл где мы можем создать новый документ сохранить открыть правка где мы можем отменить последние действия повторить отмену а также в данном редакторе отформатировать текст кода зашифровать его и так далее хорошим подспорьем в редакторе скриптов является контекстное меню где содержатся все команды функции переменные данное контекстное меню подсказывает нам в разных ситуациях какие методы действия функции свойства мы можем вызвать для дальнейшей работы с ними данное меню вызывается сочетанием клавиш control и пробел и после того когда мы выбрали нужный нам пункт если еще раз мы нажмем данное сочетание клавиш control и пробел выбранный пункт меню добавится на место курсора наш код данное меню позволяет даже новичку спокойно находить нужную команду так как большинство команд и свойств базис мебельщика в данном контекстном меню подписаны на первых порах хочется посоветовать изучить поподробнее данное контекстное меню наравне со справка которая присутствует в данном окне в окошке справка справочник здесь короткое описание всех свойств для некоторых свойств и методов есть примеры которые можно изучить дабы понять принципы их работ небольшое знакомство с редактором скриптов подошел в следующем уроке мы с вами разберемся основными понятиями функциями и определениями джава скрипт а также более близко познакомиться с работой в редакторе спасибо за внимание всего хорошего до скорых встреч